Читинских беспризорных собак бездомными назвать язык не поднимается. Они скорее хозяева города, короли Читы. А почему бы и нет? Рождаемость хорошая, условия проживания даже лучше, чем у некоторых людей. Я не господин. Господа все в Париже. После наводнения армия беспризорных собак стала еще многочисленнее. Жители улицы Красной Звезды уже давно не могут спокойно пройтись по двору. Везде они. Если посчитать, штук, наверное, 20 больше. У меня дочка пошла туда, внучку отводить, и испугалась. Потому что они, знаете, что это? Кот бежал, они вообще ужас. Короче, зажует кого-то только в путь. Собак много еще, тут бабушки их подкармливают. И маленьких собак уже штук, наверное, 15. Никогда не видела, что подплавливали. Мешает. Дети же бегают маленькие, согласен. Есть вошенятся, которые особенно злые, необычные. На людей нападают? Как бы я не видел, что нападали. Но могут, что мне, скажу, дети, особенно дети, взрослые, могут как бы отбиться. А вот за реальными примерами далеко ходить не надо. Травматолог Сергей Усков видел сотни людей, укушенных собаками. И травмы эти ужасают. К нам за 9 месяцев 2018 года обратилось 1229 пациентов с укусами животных. Ну, в данном случае, скажем, если не только собаки, то есть, если из статистики говорить, то есть, это и морские свинки, и бурундуки, и мыши, и крысы. Но это, скажем, минимальные цифры по сравнению с общим количеством все-таки укусов собак. Из этой 1229 человек 374 – это дети до 14 лет. То есть, процент все-таки остается большой. И когда детей спрашиваешь, буквально позавчера в перевязочной спрашивал, задавал вопрос, то есть, играют и с кошками, и с собаками, бездомными, на улице, со словами, они же такие хорошенькие и замечательные. Ну, в итоге, они их кусают. Мы в университетах не обучались. С 2015 года функции отлова собак переданы городской станции по борьбе с болезнями животных. Ежедневно от жителей поступают десятки обращений. Но четвероногих меньше не становится, что, впрочем, и неудивительно, ведь на тысячи бездомных собак в Чите всего один ловец. У нас только один автомобиль, два специалистов, в которые входят один водитель, один ветеринарный врач, один ловец на весь город Чита от Антипехи до поселка Зыково. То есть, соответственно, при огромном количестве заявок, в день бывает от 20 до 40 заявок отрабатываются, вернее, отрабатываются все. Но когда специалисты приезжают, сами понимаете, животное живое, оно мигрирующее, орел обитания очень большой. Вы мучаете сами себя, как при царском режиме. Ловец в Чите есть, питомник, куда отвозят бездомных животных, тоже. Придраться вроде бы и не к чему. Но разве может один человек на одной машине справиться с такой армией четвероногих? В станции по борьбе с болезнями животных надеются, что хотя бы увеличение штата решит эту проблему. Или для решения этого опасного вопроса в Чите не обойтись без трагедии. Гуля Алхасова, Сергей Бумагин, Ирина Петрова, ЗАПТВ. Продолжение следует...